В прямом эфире студия репортер, меня зовут Анна Граденцева, здравствуйте. Сегодня мы обсудим инновации в школьном образовании и презентацию книги Кана Робинсона «Школа будущего». Я представлю наших гостей, это Станислав Дорогаев, директора Боготворительного фонда «Вильная свита», а также Марина Пужник-Гвадырь, тяжелая фамилия, с основательницей Пака Подесса. Здравствуйте. Во-первых, хочу поздравить Станиславу с днем рождения. Спасибо, что в этот день пришли к нам поговорить на тему образования. И переходим к теме нашего эфира. Расскажите о книге «Школа будущего», почему именно она откроет дискуссию о теме образования в Украине. Сам по себе, сэр Кен Робинсон, это очень интересная персона. Он такой, скажем, битлз в среде образования. Он достиг больших результатов в Британии по изменению школьной программы. И книга, о которой мы будем говорить в это воскресенье, она сама по себе является таким манифестом Кена Робинсона о том, какая должна быть «Школа будущего» с огромным количеством примеров действующих школ, учебных программ из разных стран мира, не только передовых стран Европы, Штатов. И она наверняка будет очень интересна публике. Она буквально издана на украинском языке в конце 2016 года. И пока не представлена в книжных магазинах. То есть это такая редкая возможность... Одесса. Да, редкая возможность для одесситов прийти и купить ее. И плюс еще и пообщаться с интересными людьми, которые участвовали и в переводе, и в издании этой книги. Вот, наверное, поэтому мы выбрали именно ее. Я знаю, что система образования – это своего рода Библия, да? Система инновационного образования, скажем так. Насколько возможно применить те знания, которые она дает в Украине, в частности, в Одессе? Ну, это вообще-то сложный вопрос. Вопрос достаточно сложный, потому что те, кто так или иначе интересуется темой образования, изменений, школы, инноваций в образовании, знают Кена Робинсона по его знаменитому... У нее есть несколько видео на TED, и они там абсолютно рекордсмены по числу просмотров, там около 42 миллионов или что-то в этом роде. То есть идеи Кена Робинсона, они как бы витают в воздухе, они известны всем, кто так или иначе присматривается к изменениям... Ну, я не говорю про систему образования, скорее речь идет просто о том, о новом образе школы, да? Там о том, какой должна быть школа, чтобы она соответствовала вот вызовам нового времени. Потому что то, что там не только в нашей стране, как бы, ну, дело не в том, что у нас очень неплохие школы на самом деле, вот там на, если взять какой-то глобальный уровень, но школа в принципе в современном мире, это признают даже самые развитые страны, не особенно успевает за, там, технологическим прогрессом, за изменениями на рынке труда, за изменениями в, как это, биохимии мозга школьников, да? Ну, да, то есть все признают, что нынешние дети, они по своим реакциям, по своим, там, мотивациям, там, интересам, они не такие, как были даже мы, допустим, да? Вот, соответственно, вот Кен Робинсон, он один из таких, ну, авторитетов для людей, которые ищут нового. Но тут нужно понимать, что вопросов больше, чем ответов, и он в том числе не дает ответов. Он, скорее, очень грамотно, красиво и правильно ставит вопросы и задает вот тот вектор, в сторону которого должно двигаться обсуждение новой школы. Вот, я бы так сказала. 29 января у вас будет, собственно говоря, обсуждение, будет дискуссия. Кого ждете, какие вопросы будете обсуждать, в первую очередь? Ну, во-первых, у нас будет дискуссия экспертная и в виде экспертов, или в роли экспертов к нам приезжает Михаил Комарницкий. Это директор издательства Литопес, который издали эту книгу, переводчик Анна Лелев. У нас будет также Молчановский Алексей, это создатель платформы «Прометеус» и один из рецензентов книги, который двигает, по крайней мере, высшее образование в сторону каких-то современных цифровых технологий. У нас будет директор Авидиопольской НВК Сергей Калибошин, который по совместительству еще и делает… Автор проекта «Освит онлайн». Да, «Освит онлайн». Это онлайн-подготовка к внешнему независимому оцениванию. И модератором дискуссии будет… Нет, еще будет у нас учитель-новатор. Да, да. У нас есть прекрасный учитель Татьяна Бажок, и у нее есть как раз очень в духе Кена Робинсона проект «Артлэб». Это лаборатория цифрового творчества, и не только цифрового творчества, внутри школы. Ну и я буду модератором всего этого процесса. Да, модератором мы позвали Станислава, поскольку… Кому к нему. За последнее время, в принципе, в Украине есть определенные шаги, да, это электронные книги, которые появляются в школах, электронные доски. Вот что еще нужно сделать? Что еще не хватает школьникам и педагогам? Ну, смотрите, электронные книги, электронные доски, КТ-технологии, то есть об этом очень много говорится, но это скорее… Ну, как вот этот топор, да, это инструмент, с которым… У которым учитель может пользоваться в классе. Но сам по себе инструмент без изменения подходов и системы отношений, и системы… и того, что происходит в классе, да, то есть… Это не работает. Мы уже в течение, там, прошлого года совместно с… И с благотворительным… Мы, я имею в виду Импорт Хаб Одесса, организацию, которую я представляю, совместно с благотворительным фондом Вильна Освита, мы много работали над тем, чтобы дать учителям… Ну, в основном мы работали с учителями школ, вот те самые новые подходы, новые методы, смешанное обучение, там, перевернутый класс, проектный менеджмент, да, как простроить свою работу и как научить детей проектному менеджменту, и как свою работу построить в виде красивых, запоминающихся проектов. Нам многое удалось, и вот одна из участниц нашей дискуссии, Татьяна Божок, это учитель средней школы, ну, государственной, никакой не, там, альтернативной, и не, ну, то есть, достаточно, да, достаточно традиционной средней школы, после вот одного из наших курсов сделала творческое пространство у себя в школе, собрала деньги посредством такого новаторского все еще метода, как каудфандинг, то есть, это работает, это приносит плоды, вот. Вот, и сейчас мы просто хотим пойти дальше и хотим поработать помимо системных людей, тех учителей, которые уже работают в наших школах, которые уже есть, уже существуют, мы хотим поработать с сообществами, которые жаждут нового, ну, то есть, с теми группами людей или группами внесистемных педагогов, которые создают какие-то альтернативные учебные заведения или, там, не заведения школы-студии, мы хотим также и им дать какую-то экспертизу и инструментарий, которые, может быть, им полезны. А учителя готовы к этому? Как, ну, знаете, мы когда начинали, вот, я могу сказать за себя, Станислав продолжит, мы когда начинали, честно говоря, у меня было много скептицизма. Я как-то так думала, что нет, наверное, это не, ну, учителя не захотят, там, им привычнее свое, но я была приятно удивлена, вот, и, ну, как правило, да. Да, и как правило, это действительно очень творческие, очень горящие своим делом люди, их много, и я действительно тоже был поначалу удивлен, что их так много, и в каждой школе найдется один-два педагога, которые действительно педагоги от Бога, что говорится, которые готовы постоянно учиться сами и придумывать новый способ учить своих детей. Единственная проблема в том, что, к большому сожалению, в отличие от, ну, таки, множества европейских стран, у нас система повышения квалификации педагогов, она не менялась десятилетиями, в то время, когда в части стран этот рынок демонополизирован, и, в принципе, существует огромное количество институций, общественных организаций, которые обучают учителей, зачастую даже за государственные деньги, либо есть страны наподобие Финляндии, где очень серьезный подход с точки зрения государственной политики, но у них это не инспектор школьный, у них это школьный наставник, ментор, который сопровождает учителей, такой, ну, скажем, охраняющий их, такой ангел, который витает над ними и пытается им помочь всячески, создать условия, при которых каждый учитель будет развиваться, который дает кредит доверия, даже если видит ошибки, он предлагает варианты их исправить. В Украине, к большому сожалению, таких систем, то есть у нас есть система Института усовершенствования учителей, в которой и кадровый состав не менялся десятилетиями, и учебные программы только постепенно меняются, и постепенно они пытаются ввести дистанционное обучение. Я предполагаю, что в будущем этот вопрос спадет за счет того, что, наконец-то, может быть, будет принят закон про свиту, в котором эта демонополизация обещает, что произойдет. Но во всем мире разнообразие приносит качество. У нас почему-то все пытаются согнать в одну учебную программу. И те учителя, которые, безусловно, устали от давления административного, часть из них, к сожалению, тухнет и перестает относиться к своей работе, как к творчеству, приятному, восхитительному процессу взаимодействия с детьми и становится просто такими исполнителями указаний сверху. Но, к счастью, это далеко не все учителя. И мы видим, что в школах, где был один-два учителя-инноватора, вот как у Татьяны Бажоков, сейчас у нас Александра Величко в Староцаричанской школе, достаточно одного-двух педагогов, которые начинают в действии показывать новые современные методики, чтобы дети требовали от этого же, вот таких же подходов от всех учителей. И таким образом собирается команда учителей, которая разрастается со временем, которые передают друг другу эти, как они считают, наверное, сакральные знания, хотя на самом деле это достаточно простые, известные всему миру подходы, которые говорят уже десятки лет. Все инновации уже дошли и до области, и до региона. Да, к сожалению, у нас не так много, как мы бы хотели. То есть у нас есть такое красивое слово capacity, мощность наших организаций, сколько мы можем пропустить через себя учителей, педагогов, инноваторов, чтобы поделиться этими знаниями. И эта мощность, она сейчас невелика. И вот презентация книги и такая публичная дискуссия – это один из способов найти единомышленников. Нам нужно расти, потому что у нас в Одесской области порядка 70 тысяч педагогов. Но мы можем обучить, ну, 100 в год. Вы понимаете, что не хватит никакой жизни. Поэтому мы ищем единомышленников, которые разделяют с нами, в первую очередь, ценность, которые верят, что любой ребенок, откуда бы он ни был родом, обладает достаточным потенциалом для того, чтобы быть счастливым, успешным и эффективным членом этого общества, в котором мы живем. Вот именно таких людей мы и зовем к нам в это воскресенье, 29 числа, в 3 часа дня на открытую дискуссию «Школа будущего». Может быть, созрела идея «Школа будущего» в целом глобально для учителей? Потому что не только детей нужно обучать, еще нужно, наверное, и учителей обучать. Ну да. И, собственно, то, чем мы занимаемся, это, по сути, есть такой эмбрион «Школа будущего» для учителей. То есть, по сути, весь прошлый год мы предлагали учителям курс инновационного обучения совместно с нашим партнером Центром инновационного образования «Просвит» из Львова. В этом году мы будем продолжать этот же курс для учителей и разрабатываем вот сейчас отдельный курс для альтернативщиков, для альтернативных школ и альтернативных учебных объединений, что ли. И спрос достаточно велик, то есть потребность достаточно велика. Просто вот Станислав правильно говорит, что у нас достаточно ограниченная пропускная способность, и поэтому эти знания, эти подходы нужно передавать, нужно искать новаторские методы, как эти знания и подходы передавать, создавать онлайн-курсы, разрабатывать курсы в формате, опять-таки, того же смешанного обучения с онлайн и оффлайн частью, экспериментировать, искать. А какие инновационные решения вы предлагаете педагогам? Я понимаю, что не в всех школах могут вести полностью комфорнизацию, не в всех школах могут быть электронные книги, может быть, какие-то самые простые инновационные решения? Да, во-первых, самое простое, это почти у каждого ребенка есть как минимум смартфон. Я уже очень давно не видел детей 2-3 класса учащихся, у которых была бы там старая кнопочная трубка. Есть целое направление BYD, называется такое по-британски, принеси свой инструмент с собой, принеси свое устройство. То есть даже просто набор определенного программного обеспечения для смартфонов позволяет сделать забавным, интересным и увлекательным процесс обучения. Это и квесты, которые легко превращаются в образовательные какие-то активности. Это одна часть. Вторая часть, которую мы предлагаем, это вообще совершенно другая философия, подход к ребенку, подход к процессу обучения. Не как к пустому сосуду, который надо наполнить информацией, стоя перед ним 45 минут и рассказывая, а скорее это как создать почву, на которой вырастет прекрасный цветок. Его не надо тянуть, нужно просто поливать и удобрять почву. Как это делается на самом деле? Через проектную деятельность, когда дети осваивают информацию, какой-то там предмет своими ручками, создавая какие-то проекты. То есть, грубо говоря, нет учителя, который приходит и все рассказывает как надо, или там, ну вот учебник, там, прочитайте две главы и потом там ответите. Вот. Перед учениками ставится задача, и они эту задачу решают сами, ну, создают таким образом свой какой-то проект, проводят свое исследование, находят какой-то, создают какой-то продукт. или, то есть, это совершенно другой подход, который заключается в том, что дети, у детей есть интерес, у детей есть способность, благодаря современным технологиям самим найти необходимую информацию, ее обработать. Их нужно просто направить и научить их это делать. Вот. Дети, в принципе, могут учиться сами, и учитель в данном случае выступает как такой проводник, что ли, фасилитатор, нежели, там, говорящая голова, которая вот рассказывает, там, начитывает материал. Да, и это, с одной стороны, освобождает время для учителя на уроке, потому что он может наблюдать за динамикой того, как одни дети учат друг другу. И больше внимания уделить детям. Да, построить с ними нормальные отношения и общаться с ними. Но требует, безусловно, куда большей подготовки дома, перед уроком. Но результаты, вот, блеск в глазах детей, ну, для нас, наверное, самый большой отзыв по результатам программы про навыки, это учителя, которые говорят, «Боже, зачем мы это сделали? Теперь мы не можем ни один урок провести». Да, теперь они хотят так всегда. Потому что дети стоят слезно, смотрят в глаза и просят, «Пожалуйста, это было так интересно, сделайте нам еще». И отказать им они уже не могут. Потому что они знают, насколько это приятно, видеть такую радость от учебы. Это, на самом деле, большая редкость, как оказалось, в одесских школах, дети, которые с восторгом и радостью... Не только в одесских, в современных школах. Современных школах вообще. И этот подход, который уважает ребенка, в котором ребенок признается лидирующим в процессе образования, не учитель ведет ребенка, учитель идет за ребенком по его учебной траектории. И мы очень рады видеть, что в украинских реалиях, в одесских школах этот подход приживается, и он дает свои плоды. Я уверен, что через несколько лет у нас уже будут целый ряд, десятки историй успехов детей, которые прошли через обучение с нашими учителями в таком формате инновационных подходов. Я думаю, что через несколько лет все забудут, что эти подходы инновационные, и будут думать, что так всегда и было. Все так делают. Очень хочется. Спасибо большое за интересную беседу. Напомню, что в гостях у нас были Марина Пожник-Ладери и Станислав Дрогаев в игре об инновациях в школьном образовании. Меня зовут Анна Граденцева. Вы оставайтесь репортерами.